Добрый вечер, меня зовут Максим Путинцев, а на стенде сегодня Наталья Зильбер, начальник отдела организации медицинской помощи матерям и детям, Министерства здравоохранения Свердловской области. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Новая коронавирусная инфекция не внесла. Количество родов на территории Свердловской области уже на сегодняшний день более 39 тысяч. Мальчиков родилось чуть больше, как обычно, чем девочек, примерно на тысячу. Поэтому сфера работает и, безусловно, мы предприняли все необходимое, чтобы в том числе и плановая акушерская помощь работала без перебоя. Уточню сразу, 39 тысяч. Это много или мало? Вам-то, экспертам, сразу понятно, что это значит. А вы нам объясните, это больше, чем обычно, это меньше, чем обычно? Или это вписывается в какие-то рамки? В последние три года, к сожалению, как и во всей Российской Федерации на территории Свердловской области идет снижение рождаемости. Но мы должны отметить, что в этом году темп снижения чуть ниже, чем предыдущие годы. Как мне представляется, в сфере родовспоможения есть две проблемные точки. Я их сейчас перечислю. Вы скажете, прав ли я. Может быть, на самом деле они вообще где-то в других местах находятся. Ну, первое. Некоторые клиники, они были перепрофилированы под коронавирус. Наверняка что-то из сферы материнства и младенчества тоже попало под эту историю. И второе – это оказание помощи беременным с коронавирусом. Тут тоже есть своя специфика, и вам пришлось, наверное, в этом году что-то придумывать. Ну, безусловно, в этом году новая коронавирусная инфекция несла свои правила работы в медицинские учреждения. Но я должна отметить, что в плане службы родовспоможения, конечно, мы постарались организовать помощь так, чтобы ни один крупный родильный дом на территории Свердловской области не прекратил свое функционирование в данный период. С этой целью была изменена маршрутизация беременных и беременные с любыми проявлениями остро-респираторной вирусной инфекции, так как невозможно сразу исключить все-таки, будет она коронавирусная или нет. Были маршрутизированы в провизорный, так называемый, родильный дом на базе 14-й городской больницы. Соответственно, помощь беременным с новой коронавирусной инфекцией, потому что мы всегда очень трепетно относимся и понимаем, что медицинские работники в этом случае несут ответственность не за одну жизнь, а за две жизни. Поэтому помощь беременным с новой коронавирусной инфекцией оказывается в Свердловской области на базе трех учреждений, которые специализированы для оказания помощи. Во-первых, это 40-я больница, которая исторически и в подъем заболеваемости гриппом всегда самым тяжелым инфекционным беременным оказывает помощь, имеет большой опыт работы с данным контингентом беременных. Ну и, конечно, это учреждения третьего уровня, которые оказывают помощь уже по профилю акушерства и гинекологии. Это областная детская больница на базе которой работает, областной перинатальный центр и федеральный перинатальный центр. В общем, вызов серьезный, но, насколько я понимаю, справляться с ним пока, во всяком случае, получается. Получается, и более того, не только получается справляться, но и ежедневно практически проходят в инфекционных госпиталях, которые оказывают помощь беременным роды. Поэтому жизнь продолжается. Это, наверное, то основное, что нас радует в канун нового 2021 года. Это правда. Продолжается не только жизнь, как вы абсолютно справедливо заметили, но и, например, национальный проект здравоохранения. Какие-то параметры в 2020 году, опять же, по вашему профилю были скорректированы? Ну, там, задачи проекта, профилактика и так далее. По нашему профилю, и нам очень радостно, была поставлена основная цель в рамках проекта здравоохранения. Особую роль было уделено детскому здравоохранению и именно развитию первичного звена. Это оснащение детских поликлиник необходимым оборудованием для обследования детей, а также создание комфортных условий для пребывания родителей и детей в наших детских поликлиниках. На сегодняшний день можно сказать, что этой цели мы достигли. Все детские поликлиники оснащены необходимым оборудованием, а также в них проведены организационно-планировочные решения, которые повысили комфортность пребывания наших маленьких пациентов в детских поликлиниках. Наталья, сейчас много говорят о телемедицине, но фактически такой частный случай дистанта, удаленки той самой, которая в этом году начала просто буйным цветом цвести везде, и, видимо, в медицине тоже. Что-то удалось внедрить? Есть что-то, о чем можно здесь сказать? Ну, безусловно, особенно в период, когда мы вступали в проблему борьбы с новой коронавирусной инфекцией, когда были ограничения и медицинские организации приспосабливались к работе в новых условиях, телемедицинские технологии были рассмотрены нами как те технологии, которые помогут и повысят доступность помощи в том числе и детям, и беременным на удаленном уровне. Поэтому уже до этого мы очень активно использовали технологии консультации врач-врач, а вот как раз с этого года очень активно начали развивать технологии врач-пациент и нашли очень позитивный отклик со стороны пациентов, особенно с удаленных уголков Свердловской области, когда за консультацией не надо ехать в город Екатеринбург, что сегодня немаловажно при такой вот нестабильной эпид-ситуации. Поэтому эти технологии, я думаю, что будут жить. Более того, мы пошли дальше и в плане детства начали развивать и реабилитационные, дистанционные технологии, когда дети, которым нужны реабилитационные технологии, также удаленно работают с врачом-реабилитологом. А как это происходит? Это также происходит технологически, по телемедицинской связи. Где-то врач находится у себя и говорит, что нужно делать. И говорит, что нужно делать, контролирует, смотрит. И, конечно, это очень повышает доступность медицинской помощи. Это будет дальше развиваться? Безусловно, это будет развиваться дальше. Я думаю, что эти технологии займут значимое место в оказании медицинской помощи. Но принять роды дистанционно все-таки пока, наверное, или такое тоже уже бывает? Нет, принятие рода дистанционно невозможно. Поэтому наши родильные дома открыты для всех родильниц. И мы с нетерпением ждем 24 часа в сутки любую роженицу. Объясните мне, пожалуйста, что такое осознанное родительство? Есть такой термин, он довольно активно сейчас продвигается. Я почему спрашиваю? Мне кажется, есть какое-то внутреннее у нас такое общественное противоречие? Потому что у нас половое воспитание или планирование семьи чуть ли не под запретом. А это взаимосвязанные вещи. Осознанное родительство? Ну, наверное, я скажу, осознанное родительство – это когда люди, которые планируют беременность, думают о том, каким ребенок будет. И уже сегодня довольно доказано, что когда закладывается здоровье? Здоровье закладывается в первые тысячи дней жизни наших с вами на этой планете Земля. Сколько? Три года? Это получается нет, это два года и период внутриутробного развития. То есть мы это суммируем? Да, мы это суммируем. Это некий неразрывный период. Да, и сейчас доказано, что вот этот неразрывный период закладывает в целом здоровье взрослого человека. Поэтому, если молодая пара не планирует беременность, не сохраняет свое здоровье, не ведет здоровый образ жизни, конечно, невозможно в эти тысячи дней жизни сохранить здоровье будущему ребенку. Это, наверное, основное, о чем надо думать. Плюс не секрет, что и в Российской Федерации, и на территории Свердловской области уже сегодня средний возраст первых родов 28 лет. И он постепенно повышается. Это ответственность к тому, что мы должны к моменту вступления женщины в материнство максимально сохранить свое здоровье. Потому что, например, уже сегодня доказано, что ожирение у женщины негативно скажется. И в будущем ребенок, например, будет и взрослый уже человек склонен ко многим заболеваниям, которые вот заложатся в этот период. Вы правильные вещи абсолютно говорите. А отзыв-то есть? Результат-то есть? Действительно, стали ли более ответственно относиться к своему здоровью и к планированию семьи будущих родителей? Безусловно, есть. Потому что мы видим этот отклик по обращению молодых пар в женские консультации. Именно по вопросам так называемой прегравидарной подготовки. Это как раз подготовка к вступлению в беременность. А это тоже дистанционно можно каким-то образом информацию получать? Информацию, безусловно, можно получить дистанционно. Мне кажется, в интернете сейчас очень много ресурсов наверняка на эту тему. Хотя там очень надо четко понимать, что читать стоит, а что не надо. Я бы все-таки рекомендовала обращаться к лечащему врачу, к врачу-акушеру-гинекологу. А он уже направит. Да, хорошую и, самое главное, профессиональную консультацию. Это очень хороший и правильный совет. Спасибо вам большое. Мне остается напомнить, что на стенде была Наталья Зильбер, начальник отдела организации медицинской помощи матерям и детям Минздрава Свердловской области. До свидания и удачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова